Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня о платформе для эффективного управления процессами внутри организации под названием PlanFix. Можно было бы сказать, что это Task Manager, но это не Task Manager и даже не CRM. Это про все понемногу. PlanFix – это, мне кажется, из нашего детства. И есть ли у вас план, мистер Фикс? Был такой персонаж. Итак, у нас тут есть цены. Весьма демократичные и есть один бесплатный тариф. Но зашли мы сюда вот зачем. Это мне действительно понравилось. Опции пакетов. Вот такое могут пакеты, и такое могут, и такое, и такое. Посмотрим, что они могут на самом деле. Создаем новый аккаунт. Не знаю, на что влияет вот это, по-моему, ни на что. И дальше активируем аккаунт. Здесь сетевое имя. Да, PlanFix – это онлайн-платформа, так что если вы на Крайнем Севере, воспользоваться им не удастся. Хотя и туда скоро долетят Яропланы Илона Маска. Логин, пароль для входа и еще немножечко настроек. Часовой пояс, шрифт и форма аватарки. И, как всегда, курс молодого бойца, но мы его пропустим. Итак, что мы имеем? Мы имеем первую страницу. Планировщик. Это то, что связано с вами. А вот то, что у вас стоит в задачах на сегодня, вы можете как-то отреагировать на это сообщение. Сейчас оно помечено как непрочитанное. Плюс один в уголочке. Тут еще виджеты по ближайшим планам. Тут планы на неделю. На день. Ну и так далее. Плюс вы можете добавить сюда еще какие-то виджеты или изменить представление на календарь. И все это похоже на органайзер, ежедневник, ничем не примечательный, но. Тут есть проекты. А по проектам есть задачи. И создавая задачи, вы можете указать исполнителей и участников. И это уже переводит PlanFix в разряд Task Manager. Действия – это все, что вы делаете в системе просто в виде списка. А вот тут раздел документов. То есть, организации документооборота. Собственно, как я PlanFix и нашел. Кто-то спрашивал в комментариях недорогую платформу для организации документооборота. Мне ничего в голову не пришло. А человек потом вернулся и сказал, что нашел PlanFix. Тут документы по проектам. Причем есть возможность создавать шаблоны документов с использованием переменных, о чем я как раз сегодня и хочу рассказать. Это мне понравилось уже сильно. Далее есть отчеты, анализ эффективности работы. И, наконец, контакты. Контакты с привязкой к задачам, разбитые по компаниям и так далее. То есть это уже CRM. Ну, не полноценное, не рассчитанное. На продажу, а скорее для нужд как раз НКО. Просто, чтобы контакты не терялись и вы знали, кто в какой задаче принимает участие. Ну и здесь уже информация о вашей компании. Кто есть кто. Меня это всегда умиляло в CRM. Чтобы не забыть, кто у меня есть в компании, чем мы вообще занимаемся, надо составить план-схему. Хотя для большой компании это, вероятно, обосновано. А вот это классно и для крупной, и для небольшой компании. Приятная закладка. И эта кнопка очень приятная. В общем, примерно понятно, что здесь. О своих впечатлениях позже, а сейчас посмотрим на документы. Вот правда, отработав благотворительной организацией несколько лет, я понял, что документооборот — это бич. Документы теряются сразу после отправки. А иногда и до. Где договор? Да, не помню, где ты сохранял, в какой-то папке. Понятно, что и папка, и диск, и даже компьютер, почти невозможно вспомнить где. Здесь все иначе. Вы стартуете какой-то проект, и по проекту в данном случае я создал его заранее, у вас есть возможность добавить документы. Загрузить новый файл, какой-то там док. Добавили, и он навсегда у вас поселяется в документах по проекту «Снести все». Ну и тут, соответственно, может быть весь комплект документов, которые никуда не потеряются, поскольку хранятся на облаке PlanFix. У вас тут гигабайт, если не захламлять, на доке должно хватить. Это, конечно, удобно, но вот следующая функция просто волшебна. Шаблоны документов. Здесь новый шаблон, можно его расписать заранее, но я покажу, как это сделать уже здесь. Добавляем тот же документ, но сделаем его шаблоном. Произошла ошибка. А, тоже имя. Итак, в документах по проекту он у нас не появился, но он у нас появился в шаблонах. Вот здесь. Шаблоны документов. Распоряжение. Вот такое у нас распоряжение без номера, без имени, без даты, но мы его сейчас отредактируем. В первый раз вам нужно будет согласиться, чтобы PlanFix имел доступ в Google Drive. Итак, подставляем переменные в двойных скобках. Переменных, в принципе, много. Их описание есть в шаблонах или в справочных материалах. Я лишь покажу алгоритм. А вот мы все прописали. Сохраняем. Ок. Теперь при постановке задачи у нас есть возможность прикрепить к ней документ на основе шаблона. Выбираем шаблон. Можно его, кстати, в PDF генерировать. И получаем новую задачу, к которой прикреплен документ со всеми сгенерированными областями. Чудо! И еще раз, переменных здесь очень много. Можно генерировать какие-то сложные документы, какие-то акты приемки и так далее, но с этим придется поразбираться. Чего вам и желаю. Лучший день потерять, потом за пять минут долететь. Не знаю, мне кажется, тут все понятно. Тем более, что у них очень подробная справка. Но если вам, как и мне, сильно понравится PlanFix, а разобраться самостоятельно не сможете, голосуйте лайками и комментариями. Сделаю еще пару скринкастов. Все, подписывайтесь на наш канал и любите друг друга. Кстати, пока. Субтитры сделал DimaTorzok.